Здарова, друзья! Сегодня у нас будет та самая рубрика, в которой мы пойдем фармить много-много лута. Это будет радиация, это будут люди, и людей, надеюсь, мы много не встретим, но радиацию залутать по-любому нам будет нужно. Ну и также хотел бы проверить одну очень интересную тему в плане того, что мы пойдем чисто сразу же в радиацию, то есть мы не будем нигде останавливаться, и вот самое важное для нас это чисто радко, и прийти туда как можно скорее, поэтому, наверное, мы это и сделаем. То есть мы спавнимся, бежим в радиацию, и в целом-то это и есть наша цель, открываем как можно больше ящиков. Сориан за голос, если вдруг как-то заметно, но горло першит, хоть и не болит, но такая тема бывает, так что чутка приболел, но это не считается. Недавно, кстати, апнул герой, не знаю, зачем он мне нужен, но в целом, если апнул, то уже хорошо, потому что до конца сезона осталось не так уж и много, кстати, здесь можно посмотреть, когда заканчивается сезон. Ну, типа, все просто. 13 марта, последний день. Ну, получается, 13 марта его уже не будет. Вот такая вот история. Ну, еще целый месяц, так что нормально. Не забывайте прожать лайк, подписаться на канал, также не забывайте, что по ссылочке в описании вы можете найти мой телеграм-канал, там вы можете купить UC-шки, например, чтобы покрутить любую рулетку, или там задонатить на свой первый РП, или же купить вещи для метрошки. В целом, там все будет, там разберетесь, ссылочка будет в описании, и не забывайте, что там проходят розыгрыши очень-очень часто, и они очень-очень жирные. Короче, жду вас там. Ну и в целом мы начинаем. Такс, нужно перекачать урон, потому что я играл с Берилом, и, кстати, между прочим, Берил, ну, такой нормальный. Не сказать, что прям вот он имба, как это было на третьей карте, но вот он более-менее. Хотя, опять же, та же Гроза, там М, они тоже пойдут. Но вот играя с какими-то, например, другими пушками, как Аук, у меня что-то не особо что-то получается вообще. Ну что ж, стартуем. Пойдем фармиться. Или сливать. Игроки из России и Белоруссии не могут задонатить в PUBG Mobile. Но что делать, если хочешь покрутить рулетки и выбить себе топовый лут? А UC банально не хватает. Выход есть, и это сайт playrock.com. Лучший сайт для доната. Это маркетплейс игровых товаров и услуг. И здесь вы можете покупать UC-шки со скидкой. Но также я сам выставляю товары на этом маркетплейсе, поэтому вы можете купить их прямо через меня. Ищите мой профиль и пишите напрямую мне. Покупка свершается в пару кликов, и UC-шки приходят тоже довольно быстро. Регистрация через ВКонтакте или Гугл. Оплата с банковской картой или Kiwi кошелька. После покупки вы получите инструкцию по получению товара, и у вас откроется чат с продавцом. Сотни тысяч игроков уже получили донат через PlayRock. Более 200 тысяч отзывов, которые оставили реальные люди. Поспеши приобрести столько UC, сколько пожелаешь на playrock.com. Но помимо этого, недавно здесь появилась новая вкладка Metro Royale, но также здесь есть много других вкладок, в которых вы в принципе тоже можете что-то приобрести или же продать свой товар. Поэтому не тормози и залетай на сайт playrock.com. Ссылка будет в описании. Такс, ну что ж, матч разминочный, так что не забывайте то, что я тоже человек, могу слиться, все дела. И, кстати, потерять мы можем много, потому что спам в этот раз у нас просто плохой. Просто плохой. И всё, нет слов. Мне вот лично он вообще не нравится. Здесь постоянно какие-то крысы постоянно пытаются закрыть спину. Вот это вот постоянство, понимаете, сразу же им запахло, вот серьёзно. Вот ожидаемо. Ну хорошо, что я об этом знал, об этом помнил. Но людей ещё очень много, так что прийти могут с любой стороны. И в целом я больше не знаю, откуда они придут, так что возможно будет что-то фигово. Брат, ты что? Ты что? Так, у него даже не было ткани, но зато была броня. Ну вообще, слушайте, уже минус три. Катка только началась. Только-только началась, прошло... Минута прошла, минус три. И... Вообще, реально, со спавном, ну, не повезло. Вот только и вот по этой причине. Чё, бот прыгает? Ты чё прыгаешь? Ну вообще, стрёмная тема. Причём, знаете, я такой, типа, думаю, бот, не бот, и всё-таки игрок выходит, и с МР-ки мне хедшотик даёт. Блин, повезло, что хотя бы МР-ка у него была, видимо, не такая уж и сильная. Но народу много. Это очень прикольно. Ну, отчасти прикольно, но, опять же, очень-очень опасно. Так что, для любителей играть в соло-режиме, ну, посвящается как бы вам. Вообще, пишите в комментариях, ну, вот, наверное, многие из вас всё-таки играют в соло-режим, хотя, понятное дело, больше людей играют в склады, наверное, процентов 80 или даже 85. И вот как лучше? Ну, типа, там, в склады, в соло, или же вам вообще, ну, в соло удается нормально играть. Потому что людей много, и мне кажется, что шанс того, что вас закроют в спину, ну, как минимум процентов 50. Вот серьёзно. Короче, на школе было ещё три типа, ещё три, вы понимаете, да, количество людей. Ну, я решил там особо не ввязываться, потому что они все были в разных местах. Что, кстати, ну, прилично странно. Ну, и давайте пройдём ближе к радиации. Надеюсь, что нас никто здесь не парирует. Никто встречать не будет. Потому что, блин, крыс всё-таки хватает. Да ну нафиг. Слева тип идёт. Слева есть шаги. Вероятно, ну, мне кажется, по-любому просто он меня слышал. Я не знаю, стоит ли идти туда или нет, но... Какие шансы вообще? Пипец какой-то, ну. Я ненавижу эти моменты. Здесь, во-первых, темно. Вам-то ещё что-то видно, а вот у меня на экране... Всё вообще просто печально и плачевно. Это полная тьма, и разглядеть что-либо, ну, почти нереально. Так что я просто не знаю. То есть я банально не смогу стрелять, если начать первым. Возможно, из-за яркости экрана, а может быть, ну, просто так. Давай, давай, давай. А почему меня залагало в этот момент? Ай-и. Просто, просто интернет подвёл, вы понимаете? Просто подвёл интернет. То есть загрузка сейчас всё, всё лагает и... Охренеть. А-а как вообще? Ну, я, конечно, пинк не смотрел, не знаю, может быть. Чё случилось-то? Чего случилось с игрой, ну? Вот всё почти было идеально. Серьёзно, его было перестрелять? Изи. Я думал, ну, я его в любом случае перестреляю, и что-то всё остановилось. И у меня даже персонаж перестал стрелять. Хе-хе. Офигеть. Просто благодарю. Вот, чё-то явно подвело. Не нажимается. Да, осуждаю. Короче, походу, придётся переключить интернет, потому что, ну, сами видите, он просто идеальный. В скобочках, конечно же, нет, потому что вообще ничего не сделать. И всё вылетает. Ну да, ну да. Хе-хе. Просто, просто в лобби. Вот у кого такая же фигня, кстати, раньше не вылетала в лобби. Типа, всё нормально было, а сейчас вообще фигня какая-то. Кто придумал, блин? Мы заспаунились на Гарнет Мейшн, и я не знаю, нам повезло или нет. Но в теории, может быть, я, конечно, не прав, но с этой стороны мы можем прийти первыми. Может быть, я ошибаюсь, но не знаю. Посмотрим. Потому что, по-моему, здесь спавнов нигде нет, и... Ну, вроде как, мы должны быть первыми. Тележку, наверное, брать не будем, хотя... Какая разница. Я вот думаю, что сделать, пойти лутаться или же пытаться зачистить от людей всех? Радиацию или как? Можно, конечно, попробовать... Сходить по тактике сквадов, как говорится. Залутать сначала все края карты. Хоть это очень опасно, но в целом, если никто не успеет прийти, то будет идеально. А потом уже лутать главное здание. Нам сейчас придется спалиться по-любому, но... Возможно, здесь никого нет. Сколько времени у нас? 28 минут. Ну, 2 минуты прошло. Ну, вообще капец. Кстати, чекайте просто урон от одной собаки. Не знаю, она ударила, типа, далеким ударом или... Как оно? Типа, по ноге, по руке урона очень мало. Типа, они же загрызают очень быстро, но при этом, если вот такой урон, как у меня сейчас, то они вообще тебя фиг загрызут с таким уроном. Вот здесь капец опасный ящик. Кстати, если человек не придет, у нас не останется патрон. Судя по всему, слиточек сюда. Можно, конечно, знаете, как пойти сразу же на главное здание, а что нет? Только идти надо через этот вот низ. Получается, мы можем залутать сразу же первый этаж и пойти на повышение, так сказать. Ну, если честно... Уже, мне кажется, должны были прийти люди. Еще слиток. Не, ну, конечно, если залутать всю радку самому... Ну, наверное, миллионов пять всяко наскребешь. Ну, если, конечно, у тебя с удачей все в порядке. Что-то их прям много, этих собак здесь. Четыре слитка у нас есть. Отлично. Уже какой-никакой-то результат. Но... Вот лутаемся, лутаемся. А люди-то где? А люди-то где у нас? Они ведь должны прийти уже были. А может, конечно, кто-то и пришел. Да-да-да. А вот и наши с вами люди. Да-да-да. Да-да-да. Вот, пускай собаки на него идут. Готов, хэдшот. Ладно, это было чуть-чуть тяжело. Но мы справились. Хотя бы только один. Пришел, блин. Что-то вообще никакой залетки нету. Как-то, ну, не знаю, не по себе играть. Но мы все же играем. Кое-как. Вот реально, как-то прям тяжко поворачивается экран. Ну ладно, хорошо, что затащили. Не, ну а что он как бы, да, геройствует? Там, задамажил и побежал сразу же. Зачем бежать? Непонятно. Я, кстати, не знаю, где он залутал ящик. Но он залутал всего один ящик. Видимо, здесь, да? А нет. Тысяча прочностей на броне. Окей. Выкладка, кстати, растет прям на глазах. Правда, нам явно придется что-то выкидывать. Так, ну а что мы можем уже выкидывать? Это и это. Ну, сто процентов. Конечно, слушайте, мы пришли в радиацию первыми. Ну и вроде более-менее. Конечно, нам повезло с позицией. И с тем, что собаки решили почему-то напасть на него. Я не знаю, почему они так сделали. Но, видимо, они были на моей стороне явно. Человек есть. Капец, он прямо здесь вот. Ладно. Ну ведь еще один. Фу, блин. Я думал, короче, он мне сейчас голов насажает, но... Он вообще не попал. Что-то как-то много прям всего. Ну, я что-то хочу выкинуть и что-то хочу забрать. Какие же эти обвесы сочные, прям манищие. Ну, я хочу обвесы. Но лучше их не брать. Хорошо. Мы в целом преодолели всех врагов. Я не знаю, он так-то слышал меня. Ну, вот реально. Он по-любому ведь меня слышал, но... Почему-то все равно бежал и даже ни разу не попал. Не знаю, с чем это связано. Может быть, ну, все бывает. Это может быть, как у меня в прошлый раз произошло и вылетел интернет. Вот это было просто идеально. Для врага. Так, у нас остается только вот этот вот этаж. Надеюсь, что больше никого не будет. Очень надеюсь. Такс. Ага, неплохо. Неплохо идем. Правда, знаете, ящиков уже не осталось. Ауквышка или гроза? Какой сложный выбор. А черную карту нам дадут? Что-то прям, знаете, я много всего открыл, а вот ее до сих пор нету. Ну и на броне 600 прочностей. Уже все. Уже критично. Че уж выпало-то с тебя? Че уж выпало? Ну-ка. Ха-ха. Спасибо. Спасибо. А че, как это класть вообще? Вы понимаете, у нас даже фиолки немного. Чтоб вот реально как-то это положить. Я понимаю, броня там, шестая выпала. Да. Мне вот нужны шлема. Давайте мы заберем только шлем. Если уж на то пошло. И все. Больше мне как бы ничего не надо. Ладно, давайте так вот делаем. Все, забираем грозу. И идем сюда вот. Кстати, непонятно, с какой стороны они приходили. Так что очень тяжело определить место, куда нам лучше идти. Так, че выпало? Че выпало? Ну-ка. Все, наверное, так оставим. Как говорится, не много, не мало. А, кстати, мы забыли же заултать один письменный ящик. Всего один. А прикиньте, там черная дверь выпает, да? Давайте сходим. Ну-ка. Не, не выпало. Ну ладно. Вроде бы все открыли, если что-то забыли. Ну и фиг с ним. Ну и, кстати, лута все-таки мы тут сколько-то доставляем. Никуда уж не денешься, придется какую-то часть все-таки оставлять. Потому что в соло-режиме, если ты забираешь и людей, и при этом забираешь тоже всю радку, то места у тебя точно не хватит. И вообще так-то на что-то одно. Например, на всю радку места бы нам хватило. Там даже и процессоры, и опреснители запихать. Но это при том, если у нас не было вот, например бы, этих двух шлемов. Так что вот такая ситуация. Ну а шлема в целом так-то важнее чего-то. Ну и розовую, и красную мы ничего не оставили. Только вот какие-то чистые шмотки, хоть и жалко, что оставляем. Но, честно, мне дороже деньги. Потому что все-таки мы за них, вот за эти вот метровалюты, всякие ваши, делаем контент и как минимум открываем ящик с мега-оружем, чтобы выбить золотую пушку для видоса. Так что нужно как-то фармить на это все. И, кстати, нам с выходами вообще не повезло. И вот если будет челик какой-то, ну это просто будет очень тупо. Да уж, мы убили несколько минут, добегая просто до выхода. Так уж сложилось, что выход находится просто максимально далеко от радиации. Ну а куда вообще еще больше так-то? Вообще некуда. Так что пришлось добегать. Ну и, друзья, получается, на этом мы заканчиваем. Главное, нафармились. Это, кстати, ну, с вырезами получилось четвертые попытки. Кто вдруг, если, ну, интересовался бы, то как-то вот так вот. Ну и лайк, там, подписка, если вдруг вы это еще не сделали, но досмотрели до конца, то, я думаю, ну, если кто досмотрел до конца, то должен поставить лайк. Это по-любасу. Итого 4.3, ну, где-то плюс-минус, как я и говорил. Ну и получается все. Все ссылочки в описании. И до завтра. Нафармились, называется. Прикольно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok